В Международный гуманитарный университет прибыл консул Турции в Одессе Джимилю Фукторгул. В рамках официального визита консул встретился с президентом МГУ Сергеем Киваловым. Обсуждали вопросы, касающиеся сотрудничества Украины и Турции в сфере образования. И это прекрасное культурное мероприятие. Напомним, что на конкурсе МИС МГУ 2017, посвященном в этом году 15-летию вуза, титул второй вице-мисс завоевала студентка из Турции Мануэль Селенский. Сегодня в вузе обучается более полутысячи студентов турецкого происхождения. МГУ – лидер по количеству обучающихся здесь иностранных студентов. Сегодня многие студенты, иностранцы, больше того, дети дипломатических работников, которые аккредитованы в Одессе, учатся именно здесь. А это, наверное, самый главный показатель, что здесь хорошая подготовка. Стены вуза украшают фотографии. Об отношениях Украины и Турции, о жизни в Турции и о своих ощущениях от этой страны в выставке «Стамбул-Одесса» рассказал одесский фотограф Юрий Шибанов. В основном здесь фотографии собраны за последние десятилетия, в которых участвовал я как журналист или как представитель нашей страны на открытии паромных переправ наших Украина-Турция. В организации выставки помогали и студенты. У меня есть связь с Турцией, у меня там живет очень много родственников. И, если честно, я уже очень давно мечтаю побывать там, посетить конкретно Стамбул. Мне очень сильно понравилась эта выставка. На самом деле, даже независимо от того, что я учусь в этой сфере, то есть мне это должно быть более интересно, чем остальным, я считаю, что всем это должно быть обязательным посещать такие мероприятия, так как это очень интересно, во-первых. Во-вторых, это новые знакомства и общение. Отметим также, что турецкий политический деятель, экс-глава парламентской ассамблеи Совета Европы, а сегодня министр иностранных дел Турции Мевлюд Чавашаглу, является почетным доктором Ханориус Кауза Национального университета Одесская юридическая академия и Международного гуманитарного университета. Широко развитые международные связи этих вузов – одна из их главных визитных карточек. В ближайшее время обмениваться опытом преподаватели и студенты будут с коллегами из Белоруссии. Я хотел бы сказать, что это сотрудничество, оно буквально сейчас, сотрудничество между юридическими учебными заведениями, оно буквально сейчас начинается, потому что на днях было подписано меморандум о сотрудничестве между Национальной юридической академией и Минским белорусским институтом правоведения. Это тоже известный вуз в Белоруссии, и выпускники его ценятся в государственных структурах и в частных структурах Белоруссии. Поэтому думаю, что это будет достойное сотрудничество.